Привет, с вами Борис Ордин. После обзора двух версий последнего трейлера Т6, я решил рассказать вам о других воплощениях этого фильма. Маркетинговая кампания у Тёмной Судьбы началась аналогично таковой у предшественника Генезиса, типа невнятных постеров, вызывающих отторжение у фанатов. Но, видимо, смекнув, что не стоит наступать на одни и те же грабли, создатели решили нарастить своеобразную экспансию нового Терминатора. Если Генка смог переместиться лишь в сегмент мобильных игр с его Future War, где самыми лучшими элементами были лишь арты, но точно не само развлечение, то Dark Fate решил забраться к проектам посерьезнее и покрупнее, пусть и в качестве гостя. Во-первых, к себе пригласит компьютерная игра Gears 5, продолжение серии Gears of War. При покупке или предварительном заказе игры до 16 сентября или подписке на услугу Xbox Game Pass, пользователь получает бесплатный доступ к пакету персонажей Т6 1 ноября 2019 года. В DLC есть пожилая Сара Коннор и эндоскелет Т800. Оба скина персонажей будут доступны в игровом режиме Орды. Согласно лору Вселенной Гирь, Сара сильна и ловкая не по годам, а в плане устойчивости к повреждениям даст фору иному терму. Ее исключительной способностью стала возможность отбрасывать и оглушать врагов. Те станут реагировать как ошеломленные Т1000 из финальных сцен Т2 «Судный день», как раз перед тем, как у Сары кончились патроны в дробовике. На игровой выставке Gamescom 2019 в Кёльне, Германия, состоялся показ, где посетители могли принять участие в фоторепортаже, чтобы разместиться на фоне плаката с далекой автомагистралью и снаряжением, как у Сары. Также присутствовал Эдоскелет, который выглядит идентично ремастеру из Генезиса. С учетом того, что во втором трейлере роботы показаны именно такими, слова Тима Миллера про игнор всех фильмов после второго выглядят нелепо. Игрушка под номером 2, куда заглянет Даркфейт, еще более культовая. Mortal Kombat, уже под номером 11. Первый комбат пак включает как персонажа МК, типа Синдал, Ночного Волка и срисованного с Керри Хироуки Тагабы Шансунга, так и сторонних, Спауна, Джокера и, собственно, Т-800. Что немаловажно, последний, в отличие от Сары Коннор в гирях, получился неполноценно выдранным из темной судьбы. От образа Карла данному бойцу досталась лишь брутальная борода от обсерватории Гриффита. А вот повреждения на правой стороне лица скопированы прямиком из постера на другой стороне. При этом Карл в шестой части, судя по кадрам из фичуретки, сможет пообтесать физиономию как раз в левой половине лица. Таким образом, в игре получился своеобразный гибрид Папса и Карла с большим уклоном в сторону первого. 6 октября можно будет узнать историю Восьмисотки и объяснение того, как так его занесло во вселенную Смертельной Битвы. Будет смешно, если эта мини-биография кажется интереснее, чем биография Карла из Темных Судеб. Как уверяют источники, Арнольд Шварценеггер не будет озвучивать Терминатора в МК-11. Этим займется другой актер с похожим голосом. Увы. Ну и коль мы заговорили про Mortal Kombat, давайте узнаем новости дальнейшего кастинга. В этих двух роликах я уже начал рассказывать, кого выбрали на роли нескольких персонажей. Теперь стало известно, кто еще готов примкнуть к участникам опасного турнира. Джессика МакНеми, известная зрителям по фильмам Битвы полов и Мэг Монстр глубины, воплотит образ Сони Блейд, офицера спидназа армии США, а впоследствии основательница агентства по исследованию внешнего мира. В большинстве игр франшизы главной целью Сони было выслеживание головореза и наемника по имени Кано. Данную роль исполнит Джош Лоусон из «Обители лжи». Злодей входит в международную преступную организацию «Черный дракон», а его характерной чертой является кибернетическая лицевая панель с инфракрасным глазом. Как и в случае с Рейденом, слух о том, что Кано сыграет Джоэл Эдгертон, не подтвердился. В качестве коварного чародея Шан Цунга душ участников будет красть китайский актер Чинь Хань, в послужном списке которого имеются блокбастер «Темный рыцарь», исторический сериал Марка Пола и множество других известных кино и телепроектов. Посмотрим, удастся ли ему переплюнуть вышеназванного Кэрихера Юки Тагаву. Уж слишком ярко тот лицедел в оригинале, и у множества зрителей именно он мощно отпечатался в памяти. Так что перед Чинь Ханьем стоит крайне непростая задача. Ну и конечно новый МК не мог пройти без участия еще одного популярного персонажа игровой серии – Скорпиона. Образ огнедышащего ниндзя воплотит японец Хиро Юки Санада, который также имеет опыт съемок в громких американских фильмах и сериалах, начиная от приключенческого экшена «Последний самурай» и заканчивая многосерийной драмой «Остаться в живых». Вы могли видеть его в «Росомахе», «47 Ронинов», «Живой МС» и «Тельфинал» и «Джон Уик 3». Приглашение актера такого калибра намекает, что создатели боевика раскроют предысторию Скорпиона и покажут этого харизматичного воина без фирменной маски. Мне бы очень хотелось, чтобы его непростым теркам Сабзира уделили достаточно внимания, так как это крутая и запутанная история, которую очень зря пустил в своем фильме Пол Андерсон. Ну и последний на данный момент из актеров, кого решили пригласить авторы – Льюис Тан. Он стал известен широкой публике благодаря сериалу «В пустыне смерти», после чего получил приглашение на съемки второго Дэдпула и «Ассасинов в Ву». Тан является мастером боевых искусств, и эти навыки наверняка пригодятся ему на площадке смертельной битвы. А конкретной роли Тана информации пока нет. Единственное, что известно – это главный герой. Интересно, кто бы это мог быть? Может Кун Лао? Не хотелось бы, чтобы он изобразил какого-то левого пирса, придуманного специально ради экранизации. В играх слишком много харизматичных и интересных героев, чтобы от них отказываться. Как и не стоит так просто отказываться от Человека-паука, с проблемами которого я уже начал вас знакомить. 20 августа стало известно, что Кевин Файги и Марвел больше не будут сотрудничать с Сони при создании фильмов о Человеке-пауке. Ранее заключенная сделка о совместном использовании персонажа была расторгнута, после того, как Дисней запросила пересмотреть условия договоренности. Студия хотела получить контроль над 50% франшизы. В итоге Сони отказалась. Похоже, студия Кевина Файги хочет отменить щелчок, убравший Питера Паркера из марвеловской киновселенной. По Голливуду ходят слухи, что уже через несколько дней компания вернулся за стол переговоров. В свое время Марвел распродала права на своих персонажей, чтобы избежать банкротства. Спустя несколько лет дела компании пошли в гору, и та принялась возвращать супергероев домой. В начале 2015 года она арендовала Человека-паука. К сожалению, подробности той сделки до сих пор хранятся в секрете. Поговаривают, что Питер Паркер достался компании Файги бесплатно. Расходы на создание сольников покрывала Сони, а Марвел получала 5% от кассовых сборов. Причем вроде как только в первый день. Зато Дисней вовсю зарабатывали на продаже атрибутики с изображением Спайдермена. Условия сделки были вполне приемлемыми. Однако в дело вмешался жадный мышиный дом, решивший урвать новый кусок финансового пирога. Диснеевцы предложили делить расходы на создание сольников пополам. В ответ они потребовали от Сони ни то 25, ни то 50% от кассовых сборов. Партнеры Марвел сочли новый контракт грабежом и решили самостоятельно управлять франшизой. Дисней готова отпустить супергероя. Однако Файги не хочет лишать зрителей возможности видеть Паркера в составе Мстителей. Если верить слухам, глава Марвел убедил руководство Сони вернуться к обсуждению сделки. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что Сони начнет новый раунд переговоров с позиции силы. Боссы кинокомпании конечно же понимают, что выход Человека-паука из вселенной Марвел сулит множество неприятностей обеим сторонам переговоров. Им придется объяснять, куда подевались вчерашние друзья и боевые товарищи супергероя, а марвеловцы и вовсе начнут лихорадочно сворачивать сюжетные линии с участием Спайди. В этой связи инсайдеры предполагают, что Сони готова пойти на новую сделку, но на выгодных для себя условиях. Боссы Сони никогда не скрывали, что хотели бы видеть Спайдермена в фильмах о Веноме. Несколько дней назад прошел слух, что Том Холланд должен был появиться в первой картине о приключениях Эдди Брока. Однако Марвел настояла на том, чтобы сцену с его участием вырезали. Теперь, когда инициатива в переговорах всецело принадлежит Сони, ее руководство вполне может потребовать кроссовера двух киновселенных. Не исключено, что студии обменяются правами еще на нескольких персонажей. Так, Сони якобы хочет использовать в собственных фильмах Сэма Уилсона и Ника Фьюри. Источники YouTube-блогера The Lord of the Long Box сообщали, что Disney на 30% профинансирует все фильмы о Человеке-пауке. Сони будет их прокатывать и получит возможность снимать игровые сериалы с супергероем. Официальные представители студии воздерживаются от комментариев. Поклонникам вселенной Марвел остается надеяться, что Человек-паук действительно имеет шанс вернуться в состав Мстителей. Ну и видимо фанаты, призвавшие к штурму офиса компании Сони в Нью-Йорке, отменят свои планы. Изначально они создали соответствующую встречу в Facebook. В описании сообщалось, что всем неравнодушным стоит направиться к зданию в костюмах супергероя и начать требовать, чтобы Паука вернули в киновселенную Марвел. Эта мирная демонстрация и насилие недопустимо, говорилось на странице мероприятия. Несколько тысяч человек нажали кнопку «Точно пойду». Походу, уже не надо. Напишите в комментариях свое мнение о рассказанном в данном ролике. Ребята, мне очень важна ваша активность, поэтому поставьте лайк, сделайте репост и подпишитесь на канал Объект. Спасибо. Пока.